Мы в нужном формате. Всем привет! Меня зовут Гришанкова Анна. Сегодня мы делаем экспресс-дизайны коллекции SoFullMoney. Очень красивая, нежная пастельная коллекция весна-лето. Очень будет актуальна и сейчас, и на следующую весну-лето. И вообще, я думаю, что она своей нежностью привлечет внимание клиентов абсолютно в любом временном отрезке. Не только весной-летом, но и зимой, и осенью, и так далее. Поэтому я думаю, что эти дизайны сегодня будут полезны вам и в будущем, в перспективе. Итак, что мы сегодня будем делать? Я когда готовилась к эфиру, тема эфира экспресс-дизайны, я думала, какие вам техники показать. И какие техники будут реально такие быстрые, повторяемые. Потому что иногда мы что-то такое рисуем, что не каждый может повторить. А здесь мне хотелось сделать так, чтобы вы прям вот все это дело могли внедрить в работу. И я поняла, что быстрее, чем готовые декорации и собранный дизайн из готовых декораций, в принципе, ничего особо быть, наверное, не может. Потому что это уже готовые решения. Они часто идут в унисон-коллекциям, например. Посмотрите, вот эта вот такая радужная нежность. Она повторяется в акварельных эскизах, в нейлдрессах 108. Очень подходят здесь все вот эти кляксы и красивые вот эти ромашки именно по цветовой гамме к этой коллекции. И думаю, что это самые быстрые варианты, какие я вам могу, наверное, накидать. За кадром я сделала уже белый фон. Потому как я считаю, что белый фон, он абсолютно нейтрален. Абсолютно нейтрален. И он подойдет вот прям вот 7 бед, 1 ответ. Это белый фон. И на него я прикреплю вот такую вот декорацию с вот такой вот акварельной кляксой. Это очень актуальные все дизайны с такими всякими кляксами. Поэтому думаю, что будет вам интересно. Итак, распаковываем. Это у нас слайдер дизайны. Поэтому их надо вырезать и размочить. Давайте подальше сделаю кранчик. Вырезаем обычными ножничками. Крепятся они на поверхность с остаточной липкостью. Хочу вот такую вот кляксу сделать. Которая разлетается во все стороны. И второй будет у меня с вишенками. Точнее, не с вишенками, а с цветочками. С цветочками из вишенок. Ну, можно с вишенками, но с цветочками, думаю, будет тоже классный. Итак, фон может быть либо однотонный. Однотонный – это самый такой, знаете, универсальный, быстрый и беспроигрышный фон. Либо может быть какой-либо фантазийный. В моем случае, я думаю, я возьму такой экспресс-градиент. Очень классно делать экспресс-градиенты, когда у вас коллекция представлена. Потому что на экспресс-градиент вам уже здесь все заложено. Цвета подобраны по тональности. Они хорошо друг с другом сочетаются. Когда делаются все коллекции, на это обращается большое внимание. Чтобы цвета могли друг с другом хорошо сочетаться. Я выкрываю сначала просто однотонно и кладу сушиться. Так, здесь для этого дизайна у меня уже размочился нейл-дрессик. Я его аккуратненько беру. На белый фон лучше всего прикрепляется, да, потому что не меняется абсолютно цвет слайдера. Но здесь слайдер, смотрите, на белой основе. На белой основе. То есть сначала напечатан белой краской, а потом уже разноцветный. Поэтому даже на цветном покрытии, в принципе, актуальность цвета не будут терять. Прикрепляю. У меня здесь композиция пойдет как бы по диагонали. Диагональная композиция, она всегда очень-очень выигрышно смотрится. Дальше, что мы сделаем с вами? Мы нанесем, мы с вами нанесем топ. Так, вот он меня его потеряла. Вельвет топ гель стоит под носом, смеется надо мной. И по мокрому вельвет топу мы с вами сделаем еще несколько разноцветных разводиков. Он у нас прозрачный, да? Он у нас делает нам с вами сразу же две функции. Он у нас закрепит слайдер дополнительным слоем. И будет у нас прозрачная подложка для того, чтобы нам порисовать. Вот, беру палитру, смотрю на цвета, которые есть. Смотрите, здесь есть у меня зеленый, да, такой, поэтому я думаю, что можно взять зелененький 412. Здесь у меня есть такой фиолетово-розовый, бирюзовый. Я думаю, что я возьму бирюзовый еще. Это у меня 413. Желтый 414. Ну, может быть, чуть-чуть сиреневого, 411. Да, посмотрим. Нормально, я думаю, хорошо будет совпадать. И что мы делаем? Можно, конечно, сюда добавить какую-то, например, кистью для градиента, абстракцию. Можно просто мазковой кисточкой, можно также кистью для китайской росписи. Думаю, что я даже вот возьму кисть для китайской росписи. Но мы ей будем делать не китайку, мы ей будем подхватывать на кончик. Вам просто будет понятнее, куда, на какую сторону я подхватываю. Можно также это делать и плоской кисточкой. Неважно, именно она для китайки или нет. И нам главное, чтобы вы поняли, на что подхватывать материал. Вот видите, у меня здесь такой скошенный квадрат. И я на кончик подхватываю материал. Видно, что у меня только на кончике. И провожу такую хаотичную линию. Вытираю. Подхватываю другой материал. И из другого места также провожу такую хаотичную линию. Дальше. Следующий материал. Зеленый. И тоже провожу мне линию, полосочку. И также бирюзовый. И тоже провожу такую вот хаотичную полоску. Такие у нас будут полосочки. Также можно, например, воспользоваться и линеарной кисточкой. Но тогда будет полоска без разводов. Мне хотелось, чтобы она была немножко с разводами. Сушим. Так, на второй фон. На второй фон мы с вами положим желтенький. Очень весеннее сочетание. Розовый, желтый и немножко салатового. Классное дает настроение. Так, что-то все куда-то от меня разбежалось. Что это такое? Если бы мы знали, что это такое. Но мы не знаем, что это такое. Так, все. Нашлась пропажа. Начинаем сдвигать. И смотрите, градиент, конечно, такая штука. Он может быть как самостоятельным дизайном, так и просто подложкой под дизайн. И когда он подложка под дизайн, мы можем не особо прямо супер стараться его сделать. Потому что мы все равно закроем очень сильно, может быть, его декорациями. Поэтому, в принципе, можете прямо тихонечко растоптать, не сильно, не залипать на этом. И сушим. Так, здесь у меня уже все подсохло. И я могу где-то, например, добавить. Где-то добавить. Уже беру линеарную кисточку 5.0. И теми же цветами, теми же цветами, я просто линеарной кисточкой добавляю, как у меня лег цвет, несколько еще полосочек. Уже более очерченных. Если где-то вдруг пропало тоже. То есть у нас, знаете, слайдер, он здесь в качестве отправной точки идет, чтобы нам начать откуда-то вот это все рисовать. Потому что иногда, знаете, непонятно, откуда начать, где вообще будет такое самое концентрированное место в дизайне, а где будут отголосочки. А здесь у нас уже задана такая середина, центр композиции. И мы его только обыгрываем. Вот. И сушим. Пока вы это делаете, вы можете, например, другие ногти покрывать цветом, да, пока у вас сохнет. Так, что мы делаем здесь? Здесь мы делаем дальше полоску. Если вы не знаете, какого цвета полоску, берите просто черный. Просто черный цвет. Наносите. И можно кистью для градиента, можно ли не линеарной кисточкой изобразить вот такой вот широкий мазок, как будто он сделан сухой кистью и имеет много-много таких вот ворсиночек. Всегда такой широкий мазок, он сразу же берет очень много на себя и становится таким прямо центром композиции. Еще что хорошо, девчонки, что я сейчас делаю это эмпастой. И эмпаста, ой, наверное, вы слышите, как храпит у меня пес. Недавно завели собаку, он маленький щенок, и пока он у меня сидит в кабинете. Сейчас он спит. И храпит. Это французский бульдог. Они по породию сильно храпят. Есть тут кто-нибудь, у кого тоже есть французский бульдог? Вы меня, я думаю, поймете. Так. А может, вам и не слышно. А если не слышно, и очень хорошо. Если слышно, знайте, что это он. Так, сушим. И дальше. Дальше нам очень помогут надписи. Любые надписи. Смотрите, у меня сейчас здесь поверхность без остаточной липкости, но матовая. В принципе, я клеила уже надписи на матовую поверхность, они у меня прикреплялись. Но я боюсь, что у вас может случиться осечка. Поэтому, дабы не хулиганить и не учить вас плохому, давайте сделаем по технологии. Мы промажем вот это место пустое, да, теклосом, тонко-тонко, прям, вы знаете, втирающим практически слоем. Мы можем здесь вот сюда вот прикрепить, да, либо можем вот сюда вот пустить тоже надпись, будет тоже неплохо. Либо можем сверху вниз тоже пустить вот по центру, тоже будет неплохо. Но мне хочется, наверное, вот сюда все-таки. Надписи, они вообще, в принципе, вот в любом дизайне очень-очень актуальны. И что хорошо на шармиконах, вы можете подставить надпись, да, и посмотреть, что получится. Вот прикольно, кстати, длинная полосочка смотрится очень. Но я, наверное, вот эту закреплю. Art is life. Или how deep is your love тоже прикольно смотрится. Да, не знаете, все очень классные. Вот все надписи, вот это классно смотрится. Майд и интиментив перевернутая, тоже классно. То есть получатся разные варианты. Это вы можете сейчас взять для компаньона, например. Варианты компаньона на соседней ноге. Будет очень хорошо. Я положила, пока посушится теклос. И пока сохнет теклос, мы с вами вырежем вот здесь вот цветочки из вишневого цвета. Это у нас 103 на элдресс. Что залипло? Кто залип? Так. Вырезаем. Я хочу вот эти вот цветочки очень прикрепить. Тин-дин-дин. Очень люблю такие слайдеры, потому что их потом, если что, можно прорисовать. Еще. Но это при желании. Кладем размачиваться пока что. Смотрим, что у нас подсохло. Все у нас подсохло. И вот я вот такую вот хочу закрепить. Арт из лайф. Это вообще, вы знаете, самые-самые быстрые дизайны. Самые простые. Вот в этом конкретно варианте очень классно, что вы можете, в принципе, на соседних ногтях сделать что угодно. Что угодно. Вы можете сделать однотонный белый. Вы можете сделать абсолютно любой цвет, который вы использовали, да, в рисунке. То есть любой цвет однотонный на соседних ногтях будет актуальный в этом дизайне. Можно градиенты использовать. Да, можно сделать какие-либо градиентики. То есть любые, в принципе, градиенты на соседних ногтях будут классно смотреться. Пастельные, да. Вообще будет нежность, нежность такая. Очень круто. Можно, кстати говоря, еще классно будет перекрыть Silver Drop Top гель. Ой, я его вообще обожаю. Это, знаете, дизайн без дизайна. Если даже ничего у вас не нарисовано, Silver Drop Top перекрываете, и у вас уже что-то нарисовано. Это густой прозрачный топ без остаточной липкости. И он имеет в своем составе, вот сейчас на кисточке хорошо видно, вот такие вот крапушки перламутровые. И самое классное, знаете что, что они и не белые, не кипельно-белые, и не серебристые, а они вот именно перламутровые. Такой прям, знаете, перламутр очень благородный. Вот если вы видите, сейчас постараюсь показать. Вон они проглядывают. То есть они практически незаметны, но они делают свое дело. Вот они сейчас видны. Где-то, где-то такие, знаете, перламутровые вставочки. Очень красивые, очень благородные. Можно их распределять, как вам нужно, тоненькой кисточкой. Сейчас я уберу. Здесь у меня на надпись пришлась одна. И очень хорошо дополняет, немножко усложняет, но очень деликатно. Очень деликатно, очень смотрится, знаете, изысканно, скажем так. Не по-цыгански, очень вообще сдержанно и классно. Так, дальше. Ставим сюда. Ставим сюда. Он будет у нас вот так вот выглядывать. Поэтому я сейчас, наверное, часть срежу, чтобы у меня не... Как будто бы из-за вот этой вот полоски, цветочки выглядывали. Вот так. Отрежу. Хорошо вот такие слайдеры размачивать в теплой водичке. Они становятся мягенькими и не скручиваются. У меня уже вода остыла, поэтому такая вот есть ситуация небольшая, что он скручивается. Но ничего, сейчас мы его расправим. Так, закрепили. И можно также промазать теклосом прям вот практически втирающим слоем. Практически втирающим слоем, чтобы просто нам немножко выровнять поверхность, прикрепить лучший слайдер, чтобы он уже никуда у нас не делся. И избавиться от липкого слоя с цветного покрытия, чтобы мы могли прикрепить надписи, куда нам захочется. И сушим. Ой, приветики, приветики. Так, ну что, вот с этим я думаю, что мы можем закончить смело. Но если прям кому-то очень сильно хочется, прям очень сильно хочется, то можно еще что-нибудь посочинять. Ну, экспресс-дизайн, он предразумевает, конечно же, быстроту и скорость. И если времени в обрез, то можно и ничего уже не сочинять. Но если есть возможность, можно сделать очень простой тоже быстрый экспресс-метод. Вот так вот быстро щеточку потыкали в импасту и чуть-чуть поставили точечек. Вот такая у нас художественная такая абстракция. Очень легкая и очень весенняя получилась. Все, сушим. Это уже на поверхности, ничем перекрывать не надо. У нас сыхает без остаточной липкости. Так, и тоже здесь смотрим, какие нам надписи могут подойти. Мне вот здесь очень нравится белая надпись. Белая. Я ее прикреплю. Сила любви. The power of love. Открепляем и прикладываем. Хорошенечко прижимаем. И я думаю, что сюда пойдет еще у нас какая-нибудь надпись. Тоже здесь, смотрите, видите, все идет по диагонали. И вот здесь как раз нам не хватает еще какой-нибудь продолжения, чтобы черное еще отсюда перенести. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Сейчас мы что-нибудь придумаем. Что-нибудь придумаем. А, вот смотрите, есть еще классные надписи. Из новых шермиконов. Из новых шермиконов вот такие. Вот они прям такие очень, очень такие нежные. И еще и с веточками какими-то. А, вот здесь прикольные, кстати. Вот давайте вот такую какой-нибудь. Я предлагаю сделать. Это у нас 228 курсив. Тоже что удобно. Удобно то, что можно посмотреть сквозь прозрачную слюду, что получится, да. Ну вот я думаю, что здесь нам не нужно сильно какую-то длинную надпись. Сильно длинную. Я думаю, что здесь вот Sky хорошо подойдет. Или вот такая звезда Star. Так. Можно вот так. Да, я думаю, что так будет хорошо. Все, хорошенько закрепляем. И все, и перекрываем уже окончательно. Можно перекрыть матовым, можно глянцевым. У нас с вами был глянцевый топ. Давайте здесь матовым перекроем. Если клиент у вас очень-очень способный на отдирание всего, чего можно, то можно, конечно же, шермиконы перекрыть тонким слоем базы, например, или слайдер топ геля, а потом уже окончательно топом. Ну, вообще, вельвет топ, он хорошо на слайдер топ ложится, поэтому, возможно, что это будет иметь место быть. Подумайте, как вам удобнее. Вы своих клиентов лучше знаете, поэтому обязательно обращайте на это внимание. Так, здесь у нас готово. Что у нас идет на соседние ногти, мы с вами обсудили. Да, у нас идут любые градиенты пастельные очень хорошо. И любые могут идти у нас оттенки, которые представлены в коллекции. Подойдут абсолютно любой. Можно и персиковый, да, сделать. Под белый там все подходит. Можно и розовенький. Ой, такая прямо нежность получается с розовым. Вообще красиво. Можно просто однотонные их сделать. Можно белые, можно черные. Смотря в какую вы хотите уйти в сторону. Можно вообще сделать нейтральные какие-то. Можно уйти, например, вот в такие какие-то блестящие мизинчики с белой луночки, с белой луночкой, с растяжкой тоже получится очень классный сет и очень классное такое весеннее настроение с каким-то блеском. И думаю, что прям зайдет тоже клиентам. Так, можно без белой луночки, можно просто вот с таким вот напылением из матового цвета в блеск. Здесь из новогодней коллекции внизу цвета, которые с глиттерами, они вообще очень классные, не только в Новый год, идут на любой сезон. Так. Ой, кстати, у меня вот еще есть один типсик такой, знаете, тоже прикольный, тоже называется на все времена. То есть, если хотите в более контрастную историю уйти, то можно сочетать с какими-то неоновыми надписями, которые, да, тоже такие разноцветные. Но не на белом, например, а поменять, сделать на черном. Тоже классно будет, прикольно сочетаться. Так, возвращаемся к нашим цветочкам. И в экспресс-вариантах очень быстро делать эмпастой. Очень быстро, потому что перекрывать ее не нужно. Если вдруг не получилось, можно протереть и начать заново. И если вы только недавно занимаетесь ногтями, это вообще прямо must-have номер один в вашем ящике, потому что как раз закрывает вот эту ситуацию, когда вы волнуетесь, что у вас не получится. И боитесь попортить уже то, что с таким трудом сделано. Здесь как раз у вас эта потребность очень сильно закрывается. И вы как бы больше уверенностью в себе начинаете обладать, потому что если у вас вдруг не получилась прорисовка, вы ее просто тупо можете протереть. А то, что у вас было на фоне, то, что вы с таким трудом выравнивали, покрывали, цвет в стык кутикуле делали, у вас остается нетронутым. Вы можете либо вообще забить на эту прорисовку и не трогать ее, либо просто начать все заново. И вот люблю очень слайдеры этим. Видите, можно прямо несколькими мазками так сильно оживляются все слайдеры, как будто они лепка. Как будто это лепка. И можно несколько таких вот лепесточков летящих, как будто ветерком их подхватило, и они полетели. Далеко-далеко. Вот такой вот вариант. Давайте послушаем. С чем можно сочетать? То же самое. Классно сочетается со всеми градиентами, со многими градиентами пастельными. Допустим, если вы просто сделаете такой же градиент, только кверх тормашками. Или можете, например, на этот кверх тормашечный градиент прикрепить просто какую-нибудь там надпись. Или много надписей. Смотрите, прикольно, когда много разных надписей в разных направлениях. Вот как они есть прямо на шермиконе, так их и натыкать. Вот вам экспресс-дизайн совершенно прекрасный сразу будет. Можно в зелененький уйти, потому что там зелененькие листики есть. Можно однотонным покрыть просто зелененьким, тоже классно будет смотреться. Можно однотонным розовеньким покрыть 415-м. Тоже они будут все красивенькие, ляляшечные и очень аккуратненькие. Но черноту вот эту, которую мы сделали мазком, обязательно где-нибудь надо подкрепить. Кстати говоря, вот здесь вот на слайдере уже есть классные надписи, которые тоже могут вам подкрепить вот этот дизайн. То есть просто даже, вы знаете, просто посередине. Прямо чпок ее, и все. На градиент просто посерединочке надпись черри, например, вот здесь вот. И все, и будет уже сочетание хорошее. Либо можно сделать, например, все розовые, а последний ноготочек сделать желтеньким. И на него тоже какую-нибудь надписюху. Вот, можно. Кстати, вот такой вот шермикон тоже интересный. Здесь очень хорошо подойдут вот такие вот растяжки. Белые и черные. И розовые, кстати, хорошо будут смотреться. Можно прямо от кутикулы так тын-дын-дын-дын ее пустить на одном ноготочке по градиенту, и будет вообще тоже огонь. Либо с кончика наверх, например. Либо вообще сделать черные, черные, а на них белые вот такую вот растяжку. И где-то, может быть, розовый цветочек один там уголочком выглядывает. Так, ну что, я думаю, что мы сегодня с вами нарисовались. Да, повторюсь еще раз. Для меня самые быстрые экспресс-варианты – это те, которые у нас собираются как трансформеры из готовых декораций. И надеюсь, что вам чем-то помогла в работе и, может быть, просто вдохновила на какие-то такие вот летние, весенние вариантики. Либо, может быть, кто-то увидел что-то новенькое для себя в работе. Очень было приятно вести для вас эфир. Спасибо вам большое за просмотр. И до встречи, конечно же, в новых эфирах с новыми идеями. Пока-пока. Всех обнимаю. Продолжение следует...